Здравствуйте! У микрофона Сергей Светоченко. И сегодня гость нашей студии Владислав Крюков, директор НКО Фонд Капитального Ремонта. Владислав Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я приветствую вас в студии Радио Тихидон. И для начала такой вопрос. Вот скажите, чем занимается ваш фонд? Фонд наш создан в соответствии с Жилищным кодексом и областным законом номер 1001. Фонд является региональным оператором системы капитального ремонта многоквартирных домов в Ростовской области. Скажите, ну вот это единственный фонд или их в области много? Фонд региональный оператор в области создан один. Именно наша некоммерческая организация, Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту. И только наш фонд реализует нашу региональную, Ростовскую региональную программу капитального ремонта. Ну вот у вас получаются такие большие объемы работы. Какой у вас штат? Какой примерно по объему вообще фонд, если сравнивать с другими, например? Фонд у нас штатная численность 98 человек. Конечно, это немного относительно тех функций, которыми мы наделены, но стараемся справляться. В масштабах страны у нас, скажем так, средняя численность к количеству квадратных метров и многоквартирных домов нормальная, то есть ни больше, ни меньше, чем у остальных. Но если сравнить, например, с Краснодаром, в котором больше 250 сотрудников, понятно, что у нас численность, скажем так, нагрузка на людей существенно выше. Тем не менее, в этом году мы осуществляем ремонт более 300 многоквартирных домов, уже в следующем более 800 многоквартирных домов, еще через год 1200. Планы у нас достаточно большие и, соответственно, темп работы у нас достаточно серьезный. В Донском регионе новая система оплаты и, собственно, проведение капитального ремонта была введена одной из первых в стране, да, то есть наш регион в этом, если не ошибаюсь, первый. И вот уже прошло некоторое время, и какие результаты, как у нас в регионе работает этот закон? Фонд собрал более 2 миллиардов средств собственников, все денежные средства будут направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов. Собственники в целом разобрались в новой системе капитального ремонта, сбор достаточно существенный у нас, хороший, более 80%. Мы понимаем, что собственники все в большинстве своем согласны с новой системой и готовы с нами работать. Поэтому, что касается остальных, будем дособирать средства собственников. Ну вот, как раз о тех, кто еще не до конца разобрался в этой системе. То есть, ну вот такой краткий экскурс, что было раньше и что появилось сейчас? Ну, одним из самых распространенных вопросов, которые нам задавали, почему мы должны платить капитальный ремонт без договора. Нет договора, мы не обязаны эти услуги брать и оплачивать. Но теперь новая редакция жилищного кодекса, в принципе, исключила понятие договор между региональным оператором и собственником в многоквартирном доме помещения. Теперь все отношения строятся на жилищном кодексе, как, в принципе, было и до этого. То есть, теперь вообще понятие договора отсутствует. Фактически, взносный капитальный ремонт является обязательным платежом. Основание для него – нормы жилищного кодекса и фактическое обладание собственностью в многоквартирном доме. Я думаю, что большинство последних вопросов у собственников в этой связи будет снято. Ну и плюс, конечно, мы продолжаем сверку базы данных с собственниками, потому что еще часть собственников, скажем так, уточняют свои данные по площади, по наименованию. Когда все это будет завершено, я думаю, что вопросов у нас уже не будет, и будет сбор близок к стопроцентному. Ну вот сейчас закон уже работает. Какие-то положительные примеры, то есть, какие результаты достигнуты? Результаты – это уже мы первые дома сдали. В прошлом году мы 70 домов капитально отремонтировали, где являлись заказчиками. В этом году, повторю, более 300. Уже первые акты выполненных работ подписаны. Уже первые результаты работы, уже люди пользуются. В том числе и лифтовое оборудование было заменено в 9 многоквартирных домах. Поэтому в ближайшее время у нас заканчиваются, подходят сроки выполнения работ по большему объему, по большему количеству домов. Темпы работы где-то, конечно, нас абсолютно устраивает, где-то мы подрядчиков подстегиваем. Но, тем не менее, мы уверены в том, что мы полностью реализуем программу на этот текущий 15-й год. Уже вовсю готовимся к капитальному ремонту 2016 года, составляем дефектные ведомости, готовим смету. Повторю, у нас более 800 домов в следующем году в капитальном ремонте. Ну, вот эта программа началась недавно, и, соответственно, сбор денег с людей тоже начался недавно. Вообще, какая-то подушка безопасности денежная была, и хватает ли средств на реализацию? Вопросы финансовой устойчивости фонда капитального ремонта очень важны. Мы уделяем очень существенное внимание, анализируем внимательно региональную нашу программу, смотрим, сколько нам денег потребуется в ближайшие текущие годы, 16-й, 17-й, 18-й, постоянно эту ситуацию мониторим. Мы понимаем, что программы на текущие ближайшие годы, мы понимаем, как мы будем реализовывать, понимаем, что денежных средств у нас достаточно, сборы у нас, повторю, хорошие. Но ни один, скажем так, неплательщик также от ответственности за невынесение взносов у нас не уйдет. Всем будут предъявлены штрафные санкции неплательщикам, и всем неплательщикам будут выставлены в судебном порядке суммы задолженности. Скажите, вот сейчас квитанция о капитальном ремонте, она идет в общий счет, да, получается, или нет, или она отдельная? Всем. Здесь у нас есть дискуссионный момент относительно того, как надлежащим образом начислять и направлять квитанцию собственнику. По нашему мнению, по мнению фонда, допустимо и в общий единый счет квитанции собирать денежные средства на счет капитального ремонта. В частности, у нас в городе Шахты действует в пилотном варианте проект единого платежного документа. Жители очень довольны, соответственно, собираемость платежей выше, когда приходит одна квитанция за все коммунальные услуги. Будем стремиться к этому и в дальнейшем эту практику расширять. Но самое главное для нас важно то, чтобы этот платеж за капитальный ремонт в составе единой платежной квитанции, единого платежного документа, своевременно поступал на счет фонда капитального ремонта. Потому что мы знаем, что мы должны, как то требует Министерство ЖКХ Ростовской области, в случае, если мы рассчитываемся по единому платежному документу, должно быть банковское расщепление суммы платежей, чтобы платежи на капитальный ремонт не замешивались и не попадали на счета управляющих компаний, расчетных центров и так далее, чтобы мы сразу получали денежные средства на капитальный ремонт, чтобы мы видели, что деньги поступают и формируют фонд капитального ремонта. Ну вот многие люди переживают, что они сдают деньги и, собственно, они идут непонятно куда. Ну вот объясню, вот нам писала, даже звонила одна слушательница и сказала о том, что мой дом по плану будут ремонтировать не раньше, чем там через 20 лет. А я через 20 лет, возможно, не доживу до этого времени. То есть вот опасения людей о том, что они просто сдают деньги неизвестно куда, они ложные? Ну вы знаете, уже сами собственники отвечают на эти вопросы. Мы уже, министерство ЖКХ провело большую работу информационную в данной части, и уже сами собственники, одни собственники другим на наших информационных встречах отвечают, что в любом случае взнос на капитальный ремонт относится к помещению и к наследникам. Если вы будете наследодателем, если квартиру будете продавать, уже сумма взносов на капитальный ремонт будет идти, следовать судьбе вашего помещения. Если есть долг, то любой покупатель на нового покупателя за должность это ляжет. Если эта сумма, накопленная на капитальный ремонт, будет передана вами другому, следующему правообладателю по договору купли-продажи, она также перейдет к следующему правообладателю. То есть эта сумма относится к квартире. И в этой части мы абсолютно прозрачны. У нас сейчас на сайте можно посмотреть информацию о собранных денежных средствах по любому из многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта. А тратить денежные средства по каждому дому мы только можем на основании решения общего собрания собственников. То есть собственники за каждую копейку, за то, как фонд ее потратит, должны будут проголосовать. Иного порядка в расходовании этих денежных средств нет. То есть без собственников никуда этих денег не уйдут. Но вот когда уже решается, что деньги будут потрачены, например, на ремонт крыши, качество этих работ, оно как оценивается и кто его выполняет, и кто эти работы выполняет? На самом деле процедура у нас следующая. У нас есть наш технический надзор, который решает надзор за технологии выполнения работ подрядной организации. Большая роль в этом уделяется собственникам, потому что собственники на общем собрании выбирают лицо, ответственное за принятие работ по капитальному ремонту и за иные взаимоотношения с фондом капитального ремонта. Этот человек тоже внимательно следит за послением капитального ремонта. У нас усиливается общественный контроль. Мы очень благодарны общественным нашим организациям, общественным объединениям, которые активно участвуют в данном процессе. Но вообще надо сказать, что, конечно, фонду капитального ремонта, в качестве его работы уделяется огромное внимание. Поэтому мы понимаем, что под этим неусыпным локом мы выполним работу исключительно хорошо. Скажите, какие-то в ближайшее время изменения или нововведения планируются? Или вот все как решено, пока что так и будет идти? На самом деле глобальных никаких изменений нет. Даже те изменения, которые в жилищный кодекс были внесены, мы сейчас с вами их немножечко касались, они носят такой в большей степени редакционный характер, основанный на накопленном опыте за работу новой системы. Например, какое изменение есть относительно спецсчетников, тех, кто выбрал спецсчет. Если собственники на спецсчет не собирают денежные средства и сбор менее 50%, то в конечном итоге при решении органов местного самоуправления такой дом может перейти на счет регионального оператора, то есть в общий котел. На это собственникам нужно обращать внимание. Если вы выбрали спецсчет, то собственники обязаны этот спецсчет наполнять денежными средствами, формировать свой фонд капитального ремонта для конкретного многоквартирного дома. В противном случае за это вот такая санкция появилась как переход, принудительный переход к региональному оператору, для того, чтобы региональный оператор беру судебную работу с неплательщиками, начислял пение, применял иные санкции. Много неплательщиков в области? Ну, я же говорю, что курс-куру у нас размер взноса 80%, то вообще, конечно, немного, но понятно, что те люди, которые сейчас не платят за капремонт, фактически действуют в этой части за счет своих соседей и добросовестных плательщиков. Мы понимаем, что взносы платят почти все от тех, кто не платит, ну, скажем так, пытаются за счет соседей сделать капитальный ремонт своего многоквартирного дома. Ну что же, будем надеяться, что эта цифра вырастет до 100% и все будут вовремя оплачивать. Что же, Владислав Анатольевич, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Я напоминаю, что гостем студии был Владислав Крюков, директор НКО Фонд капитального ремонта.